Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о поддержке восстановления Украины за счет активов Российской Федерации. Все подробности расскажет наш корреспондент из Страсбурга Олег Борисов. Олег, приветствую тебе слово. Ксения, приветствую. Да, все правильно. Резолюция принята. 134 голоса отданы за данную резолюцию. Держу ее сейчас в руках. Это финальная версия этой резолюции. Полностью, дословно переводится как поддержка в реконструкции Украине. И в тексте этой резолюции во всех пунктах указано четко, как нужно работать и как нужно передавать деньги, замороженные активы Российской Федерации, Украине. И что немаловажно, передавать их на восстановление Украины, а именно детских садиков, школ, жилых домов, которые разбомбила своими ракетами Российская Федерация. Глава украинской делегации, украинской делегации Мария Мезенцева, очень четко разложила подробности принятия этой резолюции. Потому что, как показывает практика, то, что было два года назад и то, что происходит сегодня, это абсолютно разные позиции Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Еще тогдашний президент в ПАСЕ Тинни Кокс, он поначалу пытался находить дипломатическое решение агрессивной войны Российской Федерации против Украины. Сейчас же, уже нынешний президент Эудорус Русополус, он совершенно иную имеет позицию. Мария Мезенцева рассказала нам, как удалось украинской делегации так поменять мнение ПАСЕ и принимать подобные резолюции. Услышим. Сегодня это поддержка 134 голосов за саму резолюцию и за рекомендации 137. Это важно, что сегодня не нужно доказывать, как страдают жители Харьковщины, моей родной, например, или Донбасса, или Одессины, или Николаева, любого городка, который находится сегодня под ежедневными обстрелами на Черниговщине и в любом другом регионе. Сегодня, когда мы говорим о важной и быстрой передаче замороженных активов, они оцениваются в резолюции по цифрам 2023 года, это полтриллиона. Но на самом деле мы все знаем, что эта цифра уже превысила 1 триллион долларов. Что сказали коллеги? Они все призывают без исключения, начиная от президента Парея, грека, господина Русопулуса, до всех других стран, которые могли считаться какими-то нейтральными, передать Украине важное оружие. И что еще важно добавить, что данная резолюция, она уже является исторической, я это говорю без преувеличения. Перед тем, как голосовать за эту резолюцию, сегодня по приглашению президента парламентской ассамблеи Совета Европы приехал сюда, в Страсбург, и глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Он также имел слово, его встретили аплодисментами, после его речи также аплодисменты его провели вместе. Принимал участие также в дебатах перед голосованием за резолюцию, и в итоге она проголосована. Нам удалось пообщаться с Русланом Стефанчуком в эксклюзивном комментарии нам телеканалу «Фридом». Он рассказал о своих ожиданиях, и самое главное, что даст эта резолюция, даже с учетом того, что она несет рекомендационный характер. Услышали? Я очень надеюсь, что это решение, которое сегодня будет принято тут парламентской ассамблеей Совета Европы, станет той отчетной карточкой для уже реального создания замораживания российских активов, передачи их для Украины в той или иной форме, которая будет наработана, а также создания полноценного компенсационного механизма. Потому что мы все понимаем, что за эту войну должен заплатить Путин и российский народ. А мы, как парламентарии, должны найти юридический путь, как обеспечить эту уплату за то, что он сделал в Украине. И еще важный момент. Это поддержка Украины международными партнерами, союзниками. Также удалось эксклюзивно пообщаться с Роджером Гейлом. Это вице-президент парламента Великобритании. Он большой друг Украины. Очень много раз, выступая на всех международных площадках, поддерживал Украину и продолжает это делать и сегодня в том числе. И знаете, на чем тоже стоит акцентировать внимание? Ведь эти институции в Европейском Союзе в целом, они дипломатические. Они всегда настроены на то, чтобы дипломатически решать те или иные вопросы и находить ответы на те или иные вопросы. Но сейчас риторика поменялась. Поменялась как раз, как бы цинично ни звучало, но с выгодой для Украины. И вот Роберт Джергейл нам в интервью рассказал о том, что самое главное, и для того, чтобы победить сейчас российскую агрессию и вернуть все украинские территории, нужно поддерживать Украину. Не только словами, а и поддержкой финансовой и, что немаловажно, военной. Услышим прямую речь. Прежде всего, мы должны выиграть войну. Существуют юридические сложности. Мы должны быть абсолютно уверены, что, стремясь достичь того, чего хотим, мы не нарушаем законов, которые просим соблюдать других людей. Поэтому все должно быть сделано законно. И я думаю, что это должно быть сделано. И верю, что так и будет. Ну что ж, работа в Парламентской Ассамблее Совета Европы продолжается. Сегодня только вторник, среда, четверг, важные дни также пятница. План уже на следующие работы. Пока что четких аджент еще нету, потому что нарабатываются прямо сейчас, прямо в эти минуты, по словам, по кулуарным разговорам с украинской делегацией Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Сейчас речь идет и акцентируется, внимание, на усилении санкций, на наказании тех, кто помогает Российской Федерации обходить санкции. И работа ведется для того, чтобы накладывать санкции и на олигархов, и на бизнес в Российской Федерации, который помогает либо обходить санкции, либо помогает финансировать агрессивную войну Российской Федерации против Украины. Уже прямо сегодня приступаем к изучению новых текстов, новых резолюций. В эфире телеканала Freedom обязательно вам обо всем этом расскажем. Все подробности будут от нас, отсюда, со Страсбурга, из Франции. Ксения, вам в Киев передаю слово. Спасибо, Олег. Напомню, в Страсбурге работает наш корреспондент телеканала Freedom Олег Борисов. Говорили сегодня о принятии ПАСА-резолюции о поддержке восстановления Украины за счет активов Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова